Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Остался в прошлом 2017 год. Мы проводили психологические обследования большого количества лиц, самых различных профессий, должностей, категорий, ИТР, рабочего персонала, руководителей и так далее. И вот у нас в конечном итоге в конце года мы подводим их и видим результаты проведенных обследований по самым разным показателям. Их очень-очень-очень много. И по методике ММПИ, и по методике КТЛ, и по нервно-психической устойчивости, и по ПЗМР, СЗМР, РДО, методикам прогрессивной матрицы Равена, тест Векслера, Шульте и так далее. И вот на данный момент на ваших экранах представлен один из этих результатов по 2017 году. А именно речь идет о качестве мыслительной деятельности тех лиц, тех рабочих специальностей, которые прошли у нас обследование в 2017 году. На этом слайде не представлена дифференциация по полу, возрасту, категориям должностей. Это самый главный обобщенный файл. Это самый первый файл, который мы получили по результатам 2017 года в смысле исследования мыслительной деятельности прошедшего персонала. Обратите внимание, опять же, тут у нас такая круговая диаграмма, и давайте на ней поподробнее остановимся. Начнем давайте вот с красной зоны. Соответственно, здесь внизу есть примечание к этой красной зоне, обратите внимание, 43,1%. С вашего позволения, за редким исключением, я буду округлять эти цифры, буду говорить там 43%. Так вот, в 2017 году мы получили такие данные, что 43% лиц, прошедших у нас обследование, в большинстве своем, в их мышлении преобладают так называемые конкретно ситуационные ассоциации. Вот здесь вот это внизу подписано. Конкретно ситуационные ассоциации 43%. Другими словами, что это значит? Это сниженная норма интеллекта, или неумные люди. В каком-то процентном соотношении в этой категории также находятся и люди, которых можно отнести к олигофрении, степени дебильности, если говорить упрощенно. Но это какой-то единичный, может быть, 1-2-3% по нашему представлению. У нас эти данные есть, мы их тоже подвергнем анализу в дальнейшем. Просто времени на все не хватает. Но надо сказать, вот эта примерная картина, как у нас распределяются в России, там несколько тысяч человек в 2017 году у нас прошло обследование. И, соответственно, 43% из них имеют сниженную норму интеллекта. Методика пиктограммы, методика тест Равена, методика краткий отборочный тест. Но основной аспект, конечно, у нас ложится на методику пиктограммы. Вот мы имеем эту цифру. Соответственно, зелененькая вот такая вот часть этой круговой диаграммы это так называемые атрибутивные ассоциации по Блюме-Вольферене-Зайгарник. Другими словами, грубо говоря, 48% это норма. Народ среднее большинство. То есть люди, проходившие обследование в 48%, если это все брать в количественном отношении, они имеют нормальные, качественные, атрибутивные, ассоциативные связи. Это норма. 48% от 100%. Соответственно, следующий уровень, вот такой вот желтенький кусочек этой диаграммы пирожка, 8,3%. Это абстрактно-метафорические ассоциации, которые нам выдавали люди в процессе своего обследования. И это говорит о том, что у них наблюдается высокий уровень интеллектуального развития. Мы их, условно говоря, улыбаясь между собой, коллеги, ласково называем выходцы из народа. То есть, если это не умные люди, это норма средняя, так скажем, то в этом случае это выходцы из народа. Вот эта желтенькая, да, это люди выше среднего, в мыслительных операциях которых преобладают абстрактно-метафорические ассоциации. На понятие болезнь неумный человек нарисует человека, лежащего в кровати. Умный человек нарисует, предположим, термометр, норма. А вот выходцы из народа нарисуют, предположим, красный крест. То есть, красный крест – это как абстрактный символ болезни человека. Чувствуете разницу? Лежащий в постели человек, болеющий конкретно. Человек, который понимает и связывает атрибутом, это термометр, предположим, да. А здесь у нас, соответственно, красный крест. Абстрактно-метафорическая связь. Ну, и 0,4% – это так называемые бессодержательные ассоциативные связи. И здесь у нас подписана шизофрения. МДП, шизофрения, то есть слабые латентные признаки предметов люди проявляют в процессе обследований. Они условно здоровы, пришли к нам на обследование, прошли его успешно, были отнесены, естественно, в группу риска. Во вторую или в третью. Это уже отдельная тема для разговора. И, соответственно, вообще считается в норме, что в среднем по популяции это 1%. Иногда в какие-то периоды появляются публикации, я внимательно за этим слежу, отслеживаю, появляются публикации о том, что это порядка 1,5-2% больных какими-то маниакально-депрессивным психозом, шизофренией. Но в среднем считается, как бы, в среде специалистов считается, что это 1%. Мы, соответственно, выявили за 2017 год таких лиц 0,4% от общего количества прошедших у нас обследования. Собственно, очень интересная информация, безумно интересная. Эта информация на десяток кандидатских диссертаций потянет, а может быть и на докторские какие-то. Поэтому задавайте вопросы, если таковые у вас возникнут по этим результатам. Буду рад их прокомментировать еще раз, что-то рассказать, ответить и так далее. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...